привет привет друзья вы на канале кита сити с вами его ведущий владимир и на обзоре нас вами будет вот такой вот здоровый многочисленный комплект дрели мини дрели так сказать с у таким вот большим набором всяких шлифовальных режущих сверлящих насадок этот набор я уже распаковал давным-давно и давно им пользуюсь но я все-таки решил вам его показать так как от этого набора у меня очень хорошие положительные впечатления я этим набором очень доволен несколько моих знакомых уже увидела такой набор и они себе тоже заказали себе именно такой набор все что осталось от комплектации я собрал в кучу кое-чего уже нету и она уже израсходована но большая часть лежит на месте и сейчас я вам подробно все полностью покажу начнем с инструкции значит инструкция у нас на английском языке никакого китая нет по мощности это дрелька идет на 180 ватт и 30 тысяч оборотов в минуту до при таких от миниатюрных размеров эта дрелька имеет 30 тысяч оборотов в минуту это если верить этой инструкции картинок нет при желании кто хочет может перевести эту инструкцию на русский язык значит из набора у нас есть смотрите очки защитные очки такие ночки такие самые самые простятки вот именно для такого набора они подходят для более серьезных вещей там например какой-то болгаркой работать или еще что-то делать то это очки конечно же ни о чем но в наборе они есть хоть какие-то но они есть за это тоже плюс так дальше дальше в наборе еще идут такие вот запасные щеточки это в мини дрелька на щетках работает и вот такие вот запас очки так это в сторону тоже дальше в наборе у нас идет вот такая вот упаковка с шестью дисками по 2 каждого размера а нет они все разные и что-то сначала подумал что они одинаковые вот выпадает значит 22 миллиметра 25 32 миллиметра 35 44 и 50 до все шесть дисков разного размера это тоже радует не я не присматривался раньше думал что они все одинакового размера то есть по два размера каждого вида и вот такая вот приспособа для того чтобы эти диски фиксировать давайте оденем один значит одевается диск шайбочка не вкручивается сюда в эту штучку все ключ в наборе два ключа есть для фиксации для закруток закручивается все эта штука готова далее мы потом придем к дрели и посмотрим как же она туда все вставляется как она нам все крутится значит дальше по набору смотрите вот это вот целая куча вот этих дисков маленьких дисков шлифовальных вот они чем-то похоже на вот такие вот диски как для болгарки только эти маленькие на 32 миллиметра а это они сделаны из такого камня как точильный камушек они очень тонкие хрупкие поэтому надо с ним с ними очень осторожно обращаться они очень довольно таки хрупкие вот и эти все диски помещаются вот в одну такую вот баночку этих баночек тут 2 вот как видите она полная дисков вот запасные диски то есть один диск я попробовал на прочность я сломал и осталось 24 диска и получается тут баночка еще 25 дисков также комплекте еще идет две вот такие баночки с такими вот красками непонятными для чего не надо честно я понятия не имею для чего не надо вот одна из них зеленая другая такая оранжево-красного цвета такого вот вот на запах вроде как и краска в то же время и такой запах старого сала кто знает что для чего не надо напишите пожалуйста в комментариях потому что явно совершенно не знаю для чего не надо так далее по шлифовальным таким штукам смотрите тут идет вот эти вот диски я их еще не трогал вот такие вот камушки круглые толщиной примерно в 3 миллиметра вот их по 6 штук зеленые вот эти зелено-серые они такие более крупная зернистость у них вот у розовых такая более мелкая зернистость более такая он был более гладкие не вот они одинакового размера одинаковых габаритов только зернистость разная дальше шло в комплекте штук шесть наверное вот таких вот дисков вот несколько штук 222 точно 2 я их уже по моему из расходовал по моему два или три из расходовал и у меня были такие вот идеи это очень полезные диски я потом позже расскажу почему как бы на делать таких новых дисков я думал купить на 125 миллиметров диск миллиметровой толщины и наштамповать таких вот дисков но к своему счастью на алиэкспресс нашел где продаются наборы таких дисков они идут в комплекте по 60 штук и стоят там копейки так что я уже заказал себе аж 4 набора 240 таких дисков вот на будущее пригодится очень полезная вещь дальше по шлифовальным штукам идут вот такие вот наждачки круглые и вот такие вот значит маленьких у нас идет 14 в комплекте или же нет 12 12 комплекте а больших 10 вот может быть их было больше может я уже растерял значит они цепляются на вот такие вот специальные штуки которые вот так вот просовываются вот все отдел и все и пошел вставляешь в дрель и пошел там шлифовать и все такое вот пусть будет и маленький одевается точно также на более меньшей на более меньше такую штучку так далее у нас идут такие вот четыре штуки будут войлочных насадки шлифовальные для шлифовки вот посредине есть отверстие вот то есть она сюда вставляется да тут есть отверстие вот она выбито их 4 и одно побольше такое большое с такой вот волочной ткани и один диск из ткани тут много слоев ткани но свою ткани они прошиты двумя рядами ниток посредине отверстия для того чтобы его фиксировать не знаю для чего нам надо вот кому кому надо может быть пригодится но тоже наверно для каких-то шлифовальных работ и еще есть один такой вот они это камень я сначала подумал что эта ткань не да эта ткань только сильно так хорошо спрессованная вот как видите тут отверстие для того чтобы ее насаживать на специальную штуку наверное вот на вот эту да это для того чтобы сюда вкручивать и сначала обдумал что это резьбу какую-то там нарезали дереве нарезать резьбу выкрутить думаю зачем она надо вот это оказывается для вот этого то есть сюда она вкручивается таким от образом и получается такая вот из волочной ткани такая шлифовальная штука и допустим каких-то отверстиях можно там шлифовать внутри вот полезная штука кстати вот недооценил и немножко эту штуку думал совершенно бесполезная далее по шлифовальным комплектациям есть вот такая вот лук из лопастями 80 зернистость скорее всего вот такая вот такой вот зернистостью тут камера плохо показывает немножко темно да не могу настроить зернистость скорее всего ну да скорее всего зернистость сейчас повернулся бок сюда немножко вот так вот до чтоб сильно не засвечивал так ну тут скорее всего это зернистость 80 обозначает да вот такая вот штучка с такими вот обозначению 31 5 миллиметра на 10 в толщину и 317 что это 317 наверное вот этот ось которая вставляется в дрель да вот такая вот так ладно не будем на ней зацикливаться далее по три штуки каждого вида идет то есть шлифовальный такой вот диск состоящий из пластиковых черных волосков ну то есть вот такой шлифовальный диск такой же самый из стали вот немножко тут примялась разровнять до такой же самый из стали и такой же самый латунный вот как вы видите рассказываю очень подробно показываю все чтобы если кому-то интересно там то пусть смотрит если кому не интересно можете там перемотать это видео там в конец когда я буду включать эту 3 так значит смотрите тут есть три чашки такие вот тоже черный пластмассовый волос пластиковые стальная чашка и латунная чашка да вот латуна она такая мягенькая стальная на по грубее то есть тоже для каких-то своих шлифовальных задач и самые маленькие самые маленькие три мелкая неудобно брать да вот такие вот самые мелкие шлифовальные такие вот насадочки такие прикольные далее из шлифовальных штук имеется 2 а такие вот это камень до шлифовальный камушек такой зернистость очень мелкая да очень мелкая зернистость это наверно какая-то там для каких-то полировок заточек или еще для чего-то имеется 2 а такие вот тут зернистость уже покрупнее то есть она такая уже шероховато чувствуется на ощупь и кто-то вот таких вот 2 2 вот таких вот ну тоже похож чем-то на вот этот предыдущий но только маленький так вот оранжевых вот таких 33 бочонка шлифовальных тоже зернистость мелкая и два таких вот цилиндра чуть-чуть заточенных тоже там да вот где-то вот такое труднодоступное место можно так подлезть и там заточить зашлифовать так сказать металл например например ржавчин какую-то так по всем шлифовальным штуками рассказал значит в комплекте еще идет два ключа три крепления для того чтобы фиксировать вот эти все диски 111 насадка такая вот для вот этого то есть она сюда укручивается ключ для зажима гравировальные такие вот штучки да вот это все идет вот она вставляется в дрель и там можно там выцарапывать что-то на металле там красивая там или в дереве где-то там ну как видите тут их вот обычных тут вот сколько 6 верил то есть два мелких два средних и два таких вот покрупнее имеется такой вот камень такой шлифовальный или там заточный камень не знаю для чего он используется ну по крайней мере куда его тут применить я не вижу может сверло наточитель еще что-то я не знаю для каких целей он используется и еще в комплекте идут 5 запасных вот таких вот штук они разного размера я выстроил как вы видите по размерам для того чтобы например более тонкое сверло сюда можно было вставить вот напустим самое мелкое вот сюда хорошо вставить станет сверло но даже сюда не влазит надо же думал самое тонкое сверло наверное еще тоньше какие-то сверла есть вот сюда вот так вставляется нет таки она вот в это сверло да тут просто на чуть-чуть разогнуть вот она тут чуть-чуть сильно загнута то есть сверло сюда вставляется до сюда и вот такие вот тоненькие сверлышки вот сюда вот она держит так с этим мы разобрались так теперь что еще в комплекте еще идет вот такая вот штука набор набора гравировальных штук тут их тут их 30 штук 30 штук разных как вы видите смотрите от разные формы шарики пики такие трубочки цилиндры острия там разные полу крупу цилиндры ну какие хочешь то есть ну для гравировальных работу такой вот наборчик очень и очень прикольный так дальше по комплектации вот эта штука еще идет я раньше сначала думал что это не мог понять для чего надо потом я уже увидел когда болт раскрутил она там начала выдвигаться и я увидел вот эти вот обозначения там три четверти 1 2 1 4 это в дюймах и это оказывается ограничитель то есть его можно выставить там допустим на одну вторую закрутить и когда будет сверло сверлить то есть это пластик упрется в стену например и не даст сверлу глубже залазить то есть на определенную длину сверло просверлить очень полезная вещь и вот один из самых главных элементов этой дрели этого такой гибкий удлинитель очень очень классная вещь полезная вот я вот меня она спасала несколько раз уже так как я с помощью этой штуки пользовался вот таким он диском и сверлил металл но вернее перерезал металл в таком труднодоступном месте что во первых там чтобы добраться до туда надо было много чего разобрать очень кропотливой тяжелой работы с помощью этой из этого гибкого вала этого гибкого удлинителя я повесил сюда диск пролез перерезал все очень классная вещь как она цепляется сюда на эту дрель прикручивается я тоже покажу так ну по комплектации я все рассказал и давайте перейдем к самой дрели значит дрель вот выглядит вот таким от миниатюрным образом сбоку у нас имеется винты для того чтобы их выкручивать ну выкручивать не будем там щетки внутри значит еще имеется на корпусе вот такая вот петля для того чтобы можно было повесить на пояс название этой дрели ее номер технические характеристики 220 вольт 180 ватт 30000 оборотов в минуту диаметр максимальный диаметр 3 миллиметра то есть сюда можно вставить сверло 3 миллиметра толщиной при желании корпус можно разобрать ничего сверх секретного сложного нету весь корпус крепится на 4 вот таких вот винтах на корпусе имеется кнопка пуска вот она плавная не сильно плавно есть такие вот похрустывания как бы вот и чем сильнее я отвожу влево тем быстрее она работает имеется маленький такой наконечник дрели куда сюда все это вставляется если нужно нам вставить там допустим вот такую вот штуку мы вставляем закручиваем есть специальный фиксатор его надо нажать он фиксирует эту головку она не крутится ключиком затянули все этот грави гравировальный наконечник уже готов к работе все очень легко просто так же само он и выкручивается зафиксировали фиксатор открутили вытащили все очень просто вариант с евро вилкой длина провода примерно полтора метра так ну вот и все принципе по ее внешнему виду характеристикам но на вид на вес она такая тяжеленькая такая уверенная хорошая такая маленькая дрель к она в то же время и дрель и шлифовальная машинка и болгар очка маленькая и гравер все в одном так сказать так давайте ее включу розетку и посмотрим как же она гудит шумит при работе кстати обращу еще внимание что вот это вот штучка вот этот нам должна быть всегда хорошо затянуто потому что если вы сюда допустим надените сверло давайте я для наглядности одену сюда вот этот вот для теста забыл закрутить эту штуку то есть когда что-то тут одну нацеплена и выработать вот это при вибрации может открутиться потом будет неприятно лучше так потуже и затянуть так все маленькое такое мелкое затянули и включаем смотрите плавное включение скорость просто бешеная до обалденно так ну понятно с этой штукой мы разобрались теперь я покажу как пользоваться этим гибким валом гибким удлинителем вернее так выкручиваем так смотрите это нам все надо снять эту пластиковую штуку мы тоже снимаем вот и берем наш гибкий удлинитель смотрите в конце него тоже имеется такая вот дрель к как видите внутри там тоже вот тут сюда вот обратите внимание там штырек такой вот он тоже крутится так и я не мог понять как же она сюда крепится к этой дрели вот минут через десять я уже догадался что его надо каким-то образом высунуть вот на самом деле просто вверх ногами его надо поставить из него вылазит такая вот штука он сейчас ее полностью вытяну вот смотрите тут внутри этого гибкого удлинение находится вот такая вот плотная стальная пружина она вот она внутри окружает какой-то тоже там гибкий стальной пруд скорее всего который но легко гнется в то же время имеет большую прочность прочность и по бокам это сердцевинка пружинка она сплюснута имеет такие вот квадратные формы то есть за счет них вот сейчас я вставлю вставлю один конец сюда так вот край в руках второй край тут смотрите я вот сейчас поворачиваю вот все то есть смотрите видите она там зацепляется на входит свой паз и крутится то есть нам достаточно высунуть один край вставить сюда закрутить берем ключ где ключ вот ключ фиксируем зажимаем и закручиваем хорошо так закручиваем чтобы не раскрутилась и на втором конце у нас уже имеется такая вот своя удобная дрелька как видите второй край тоже так вот у нас провод удлинитель положил все разрушил так вот я собрал уже тогда как помните вот этот диск по дереву это не по металлу это по дереву металл нарезать не будет так фиксируем для того чтобы зафиксировать и затянуть эту это место нам понадобится вот такой вот ключик он не шестигранный это просто круглый ключ тут есть сбоку небольшое отверстие и при вращении тут бывает вот такая сквозная сквозное отверстие мы в него вставляем этот ключ и затягиваем так этим вот ключиком все затянули и все у нас уже удлиненная такая штучка включаем немножко дрожит камера сейчас у так да как видите вот такое вот удобное устройство но это я использовал на этом наконечнике вот эти вот отрезные диски как для болгарки и как я уже говорил в труднодоступное место можно подсунуться где-то там подрезать под подправить вот это касается не только дисковая тем можно гибким удлинками пользоваться но совершенно любым из вот этих вот набором так ну что друзья вот такой от наборчик мы сегодня с вами обозревали он мне очень понравился и я его вам всем рекомендую стоит он очень недорого ссылку на мазин продавца где я купил этот набор я оставлю в описании под видео кому интересно переходите смотрите и изучайте все что я недорассказал или неправильно рассказал вы можете перейти по ссылке в описании на страницу продавцу и там посмотреть уже более детально но мы с вами будем на этом прощаться друзья всем кому это видео было интересным полезным или чем-то понравилось то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал с вами был ведущий владимир до новых встреч пока пока